Студия Диафильм Политическая экономия в помощь занимающимся в системе партийной учебы Общий кризис капитализма Развитие буржуазного общества убедительно показало, что капитализм – последний эксплуататорский строй в истории человечества. На смену ему должен прийти новый, более прогрессивный общественный строй – социализм. На рубеже 19-20 веков начался новый и последний период в развитии капитализма – период империализма. В эпоху империализма капитализм развивается крайне неравномерно, свачкообразно. Экономические и политические предпосылки социалистической революции в разных странах созревают в разное время – в одних раньше, в других позднее. Поэтому революционное крушение капитализма происходит не одновременно, а постепенно – сначала в одной, затем в нескольких странах, и, наконец, во всем мире. Исторически закономерный и неизбежный период разложения, распада и революционного крушения мировой капиталистической системы есть период общего кризиса капитализма. Период краха капитализма во всем его масштабе и рождение социалистического общества. Владимир Ильич Ленин В своем развитии общий кризис капитализма прошел два этапа и находится на третьем. Начало первому этапу положили Первая мировая война и Октябрьская революция в России. Миллионы убитых и искалеченных, нищета и страдания народных масс и небывало высокие прибыли для капиталистов – таковы результаты Первой мировой войны, которая ускорила крах капитализма и поставила на очередь дня социалистическую революцию. Октябрьская революция ликвидировала капитализм на одной шестой части земного шара. Раскол мира на две противоположные общественные системы – главное проявление общего кризиса капитализма и первая его черта. «Мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от иго-капитала, от империалистических войн». Владимир Ильич Ленин За короткий срок советская страна превратилась в передовую индустриальную и экономически сильную страну, добилась высоких темпов промышленного развития. Темпы роста промышленного производства в СССР и США СССР – 1913 год, 1. 1940 год, 7,7. США – 1913 год, 1. 1940 год, 2,1. В СССР производство неуклонно росло, в капиталистических странах оно неоднократно прерывалось с экономическими кризисами. Падение производства в США во время экономических кризисов в процентах с 1920 по 1921 годы. Падение на 33%. С 1923 по 1924 годы на 17%. С 1929 по 1932 годы на 53%. С 1937 по 1938 годы на 33%. Второй этап общего кризиса капитализма начался после Второй мировой войны, когда в результате нового, революционного подъема народных масс от капитализма отпал ряд стран. К примеру, русских рабочих и крестьян, взявших власть в свои руки, последовали сотни миллионов людей в Европе и Азии. Образовалась мировая социалистическая система, содружество свободных народов, имеющих однотипный социальный строй. В середине 50-х годов произошли глубокие изменения в соотношении сил двух мировых систем. Ослабление позиций империализма в экономическом соревновании с социализмом и дальнейший рост могущества мировой системы социализма. Начался третий этап общего кризиса капитализма. Растет удельный вес стран социализма и, соответственно, падает удельный вес капиталистических стран в мировой экономике. Рост доли стран социализма в мировой промышленной продукции в процентах. 1917 год – менее 3, 1937 – менее 10, 1950 – примерно 20, 1968 – примерно 39. По темпам роста промышленности социалистический мир давно оставил позади капиталистическую систему хозяйства. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции в СССР и в некоторых капиталистических странах в процентах с 1951 по 1968 годы. СССР – 10,4, США – 4,5, Англия – 2,9, Франция – 5,4, ФРГ – 7,3. Характерной особенностью общего кризиса капитализма является также ликвидация колониальной системы. Сущность колониализма – захват чужих территорий, закабаление малых и более слабых народов, ограбление их богатств и беспощадная эксплуатация порабощенного населения. Октябрьская революция воодушевила народы колоний на освободительную борьбу. Начался кризис, а в 50-х годах – распад колониальной системы империализма. Свыше 70 новых государств поднялось на обломках бывших колониальных империй. Результатом векового господства колонизаторов является экономическая отсталость освободившихся стран, крайне низкий уровень производительных сил, зависимость от иностранного капитала, однобокая специализация и многоукладность структуры хозяйства. Национальный доход на душу населения в 1967 году в долларах. Развивающиеся страны – 133, развитые капиталистические страны – 1500, США – 2775. Империализм старается сохранить или восстановить свое господство в освободившихся странах. Молодым государствам навязываются неравноправные договоры, они втягиваются в экономические и военные блоки. Карикатура – азбука колонизаторов. В послевоенное время империализм развязал более 30 войн и провел сотни вооруженных акций против народов, стремящихся к свободе. США – главная агрессивная сила империализма – ведет преступную войну во Вьетнаме. Развивающиеся государства продолжают оставаться объектом эксплуатации и грабежа со стороны империалистов. Вложения США в эти страны за 1957-1966 годы составили 4,8 миллиардов долларов, а прибыли американские монополии получили 20,6 миллиардов долларов. Развивающимся странам предстоит длительная борьба за достижение экономической самостоятельности. В авангарде этой нелегкой борьбы народов Африки стоит молодой африканский пролетариат. В достижении экономической независимости молодым государствам большую помощь оказывают страны социализма. На фото справа сверху – Индия, нефтеперерабатывающий комбинат, построенный с помощью Советского Союза. На фото слева снизу – в республике Бурунди работает группа советских врачей и преподавателей. На фото справа снизу – ОАР, новый оросительный канал. Для сохранения своего господства и спасения капиталистического строя монополии прибегают к помощи государства. Империализм – это эпоха перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Владимир Ильич Ленин Государственно-монополистический капитализм означает соединение силы монополий с силой государства в единый механизм для обогащения монополий, подавления рабочего движения, национально-освободительной борьбы, спасения капиталистического строя, развязывания агрессивных войн. Главные причины возникновения и развития государственно-монополистического капитализма Рост концентрации производства и усиления монополий Обострение противоречий капитализма, противоречия между двумя мировыми системами в условиях общего кризиса капитализма Представители монополий, а часто и сами монополисты, участвуют в буржуазном правительстве, а государственные чиновники – в правлениях компаний. Сегодня министр, завтра банкир. Сегодня банкир, завтра министр. Значительную роль играет государственная собственность. Государственные капиталовложения направляются в основном на те отрасли, которые требуют огромных затрат, но в скором времени не обещают высоких прибылей. В таблице приведена государственная собственность в странах Западной Европы, в процентах государственного участия в капитале. Растущие государственные расходы перекладываются на плечи трудящихся. Сейчас подоходный налог платит 90% населения развитых капиталистических стран, а распоряжается этими средствами небольшая кучка монополистов, стоящих у власти. Вот как выросло число плательщиков подоходного налога за счет снижения необлагаемого минимума. США в миллионах человек 1938 год – 3 1965 год – 51 Англия 1938 год – 9,8 1965 год – 22 В течение более чем полувека империализм вынужден сосуществовать с социализмом, и в течение всего этого времени небывалое развитие получил милитаризм, наращивание военной мощи империалистических государств для подготовки захватнических войн и подавление сопротивления народных масс внутри страны. Империалисты пытаются силой оружия разрешить основное противоречие нашей эпохи – противоречие между растущим социализмом и обреченным на гибель капитализмом. Военные расходы, поглощающие большую часть бюджетов империалистических стран, покрываются за счет увеличения налогов с населения, причем налоговое бремя всей тяжестью падает на рабочий класс и другие слои трудящихся. Милитаризм обогащает определенные группы монополий. Миллиарды долларов, нужных для постройки жилищ, помощи голодным, обездоленным, оседают в кассах военно-промышленных компаний. В период общего кризиса усиливается внутренняя неустойчивость и загнивание капиталистической экономики. Капитализм не в состоянии полностью использовать производительные силы. На графике приведен уровень использования производственных мощностей в США за период с 1948 года по 1969 год. В процентах. Постоянно сохраняется массовая безработица, которая особенно увеличивается по мере развития автоматизации. Капитализму не удалось смягчить самый старый и самый глубокий антагонизм. Антагонизм между трудом и капиталом. Рабочие и служащие все большую часть времени работают на буржуазию и буржуазное государство и все меньше на себя. Доходы монополистов растут быстрее, чем заработная плата. Доля трудящихся в национальном доходе сокращается. В капиталистических странах идет процесс массового обнищания и разорения мелких и средних крестьянских хозяйств. В США число ферм по сравнению с 1930 годом уменьшилось наполовину. Из розничной цены на продукты питания одна треть поступает в фермеру, две трети загребают монополии. Все большая часть национального богатства сосредоточивается в руках финансовой олигархии, небольшой группы богачей, чьи личные состояния в сотни и тысячи раз превышают имущество даже мелких капиталистов, не говоря уже о трудящихся. 1% собственников владеет в США с 60% национального богатства, в Англии с 50% национального богатства. По официальным американским данным в США насчитывается 34 миллиона бедняков. В условиях господства империализма усиливается дискриминация и преследование людей из-за их расы или цвета кожи, разжигаются расовая ненависть и связанные с ней преступления. Усиливается политическая неустойчивость современного капитализма, которая проявляется в отказе от буржуазных свобод, в крайнем усилении реакции, в поощрении неофашизма и переходе к фашистским, тираническим режимам в ряде стран. Кризисы и потрясения, переживаемые буржуазным обществом, резко обострили все противоречия капитализма – экономические, политические, классовые и национальные. В этих условиях трудящиеся усиливают борьбу за свои жизненные права, за демократию, против угрозы войны. Империализм бессилен вернуть утраченную им историческую инициативу, повернуть вспять развитие современного мира. Магистральный путь развития человечества определяет мировая социалистическая система, международный рабочий класс, все революционные силы. Конец. Автор Трифонов. Консультант Морозов. Художник-оформитель Булатова. Редактор Морозова. Студия Диафильм. 1970 год. Озвучено каналом Маркс Был Прав. Продолжение следует. Продолжение следует...